Итак, мы сейчас прогуляемся по еще одной деревеньке, скажем так, городу. Мы сейчас в медиевом городе, средневековый город. Это считается одним из очень популярных городов у туристов. Санкт-Пол называется это городок. Эта деревня известна тем, что здесь любили находиться художники, то есть творческие люди получали здесь вдохновение на свои картины, чтобы рисовать что-то. Также владельцы ресторанов любили приглашать художников и давать им бесплатные обеды. В гостинице давали им бесплатное проживание в обмен на то, что после того, как они вдохновятся, они подарят этому заведению свое произведение искусств. То есть взамен на это они предлагали им бесплатное проживание и еду. То есть очень много различных галерей искусств, художественных галерей можно найти именно в этой деревне. То есть даже известные художники здесь были, даже сам Пикассо здесь где-то жил около года в этой деревне и вдохновлялся на свои картины. Вот так. Немножко истории, то, что нам рассказал гид. Это медиевая город, это очень известный город, потому что это очень артистическое городе. И люди, художники, любят приехать в эту городу для их inspiration. И также, хозяйственные рестораны предложили их 3-е, и хозяйственные рестораны предложили их 3-е. И, в связи, артисты должны дать им их арт-work. Поэтому, если у них был пейтер, хозяйственные хотят им иметь пейтинг в ручон, для их пейтинг и 3-е. Пикассо, один из самых известных артистов, он живет за год в этом городе. И многие другие артисты. Также, в этом городе вы можете найти много артистов. Пейтинг и, я думаю, другие вещи тоже. Так что, здесь есть немного истории. И мы продолжим работать сейчас. Очень низкая улица показала я. Видно, да? Я знаю, что очень много художественных галерей. Много арт-галерий. Вот. Вот. Ну, как и все средневековые деревни, те, что я и раньше вам показывала. Ну, в принципе, как и все в Европе. Опять же, очень интересное место. Видно, что снова здесь очень узенькие улочки. Старые дома. И нет машин. Это очень здорово. Поэтому можно опять же окунуться в средневековье и почувствовать себя жителем тех времен. Так что, как вы видите, это медиавиллическое дерево тоже имеет очень дорогие дороги. Здесь нет машин. Так что это очень красиво. И это очень красиво. И это сделает, как вы снова вернулись в время. Я просто обожаю такие очень узкие улицы, какие-то закоулки. Меня всегда притягивает мое внимание. Поэтому опять я попадаю в этот уголок. Я просто говорю, что я очень люблю дорогие дороги и скрытые дороги. Я не знаю, где они обычно приводят вас, где вы не хотите идти. Но это интересно, чтобы просто разговаривать. Это, наверное, привело к стене. Я думаю, что это меня привело к стене. Это должно быть кто-то. И так мы вышли за пределы городка. Мы оказались на стене. И вот покажу вам сейчас вид опять. Какой открывается отсюда. Мы находимся на стене. Мы находимся на стене. Мы находимся на стене. И я просто хочу показать вам виды. Валей. И кеметрия. Это, наверное, старое кладбище. Видно. Валей. Я не знаю, как мы это называем по-английски. Валей. Каньоны. Каньоны? Нет. Овраг. Но это сама деревня. Поэтому сейчас гуляем по стене. Еще один исход. Конечно, очень интересное место. Честно. Это городок. Очень понравилось здесь. Особенно если вы хотите приобрести какое-то что-то оригинальное, то это, наверное, как раз место, куда вы можете приехать и что-нибудь здесь интересное найти. Я не знаю, это двор или нет. Или можно пройти. Я думаю, что ты можешь поедать через город, да? Нет. Не. 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 Мне говорят, что это чей-то двор. А я думала, что туда можно пройти. Нет, наверное, не пройти точно. Окей, люди живут здесь. Я думала, что это через дорогу, но это не. Я должна вернуться. Но было бы приятно посмотреть. Хотя я немного подниму. Оно подниму. Старые двери. Как я говорила, я обожаю старые двери. Здесь у всех двери такие вот старые. Охота прямо пройтись по всем дверям, постучаться. Все двери. Я очень люблю эти двери. И они все-таки все-таки. Есть что-то в этих дверях. Это очень красивый место. Я очень люблю здесь. И если вы любите искусство, если вы хотите получить что-то особенное, то это очень хороший место найти что-то интересное. Если вы хотите купить интересное сувенир. Закрытие, и другие типы арта. Смотрите, магазинчик как подземелья в каком-то. Это очень красивый красивый собак. В ковре. Лили Пошли мы шли и не туда пришли опять Где они пришли? Я не знаю, куда вы пришли А, я знаю, где мы сейчас Это очень низкая улица Мы дошли до самого узкого улица Смотрите, какая узенькая Вообще реально здесь люди живут Здесь двери есть тоже Люди живут здесь тоже на низкой улице Вау Ну вот Какое здесь, видите, художество Что даже нарисовали Почтовый ящик Кто-то так вот Красиво его Обрисовал Я говорю, что это Ничего себе Ничего себе Ничего себе Я пил Летер Это не только один Это тоже И вот еще один тоже Разрисованный Почтовые ящики Мы, наверное, вышли в местную церковь Между и местную церковь Это тоже Там Это Летер Это Ветер Это Ветер Летер Здесь Ветер Вот Ветер Э Но Еще такую особенность хочу, чтобы вы обратили внимание, что даже дорожка, вот видите, выложены камешки вот эти все. Видите, как артистично сделаны какие-то цветочки, солнышко лучами. Я только заметила сейчас, что даже вымощены камни вот так. Интересно. Я просто говорю, что даже павелы были сделаны в артистической способности. Видите, что это выглядит как шум, и цветы, что-то. Не знаю. Если вы пойдете, вы увидите, что эти артистические элементы на павелах. Спасибо.